На этой неделе в Одессе прошел самый масштабный митинг против мэра. Количество участников впечатлило даже самих организаторов. По разным почетам на акцию протеста вышло около 7 тысяч человек. Их не испугала даже 30-градусная жара. Тему продолжит Юлия Федорова. Люди с флагами и транспарантами растянулись от Генуэзской до самой Аркадии. Движение общественного транспорта приостановлено. На митинге представители антитрухановского Майдана, волонтерских организаций, общественных объединений и различных политических сил. Основное требование – досрочные выборы одесского городского головы. Грабится город, принимаются неправильные решения, уничтожаются парковые зоны, пляжные зоны. И больше услуг становятся платными, вместо того, чтобы открыть город и был доступен всем гражданам и приезжим. Место для митинга выбрано не случайно. В отельном комплексе «Гагарин» проходит 12-й украинский муниципальный форум. В нем принимают участие представители администрации президента, кабинета министров, Верховной Рады Украины и мэры других городов. Одесситы хотят, чтобы их услышала вся Украина. Я коренной одессит, живу здесь 66 лет. Поэтому я хочу в этом городе жить как настоящий гражданин, а не чтобы мной руководила такая власть, которая сегодня есть. Власть должна работать на меня, а не я на нее. Хотим, чтобы нам жилось лучше, не так, как мы живем, чтобы не воровали у нас, чтобы мы жили счастливо в своей стране, в своем городе, в своем любимом. 30-ти градусная жара. На митинге тысячи одесситов. У каждого из них свои основания не доверять местной власти. Во-первых, беспрецедентный грабеж города. Беспрецедентный, просто. Во-вторых, это офшоры, паспорта, скандальное прошлое, которое бандитское, откровенно. Акция протеста собрала одесситов всех возрастов и всех профессий. И они настроены на кардинальные перемены. Нам нужна власть, которая будет отвечать на запросы гражданского общества. Мы ждем от вас решительных действий, как от главы государства и гаранта Конституции. Принятие решения о проведении досрочных выборов городского головы города Одессы. Удалось одно письмо передать Кличко, и я попросила Кличко, чтобы он передал Ковальчику. Прямой диалог с людьми в случае любых конфликтов. Именно это мнение выразил городской голова Киева Виталий Кличко в эфире Седьмого канала. Также он прокомментировал безразличие мэра Одессы к протесту местного населения. Любая власть, которая не слышит своих граждан, не отвечает на вопросы, когда нет взаимосвязи, когда нет обмена информацией, когда нет контакта, та власть не имеет долгих перспектив. Такого же мнения придерживается и мэр Тернополя. Местная власть – это та, которая выбирается собственной громадой, для того, чтобы решить проблемы громады. Это главное задание. И поэтому, если возникают какие-то проблемы в громаде, то есть в месте или в селе, в первую очередь с этим громадой может общаться с местным голова или его заступниками. Никто из представителей мэрии к участникам митинга на Генуэзской так и не вышел. 30 июня они придут на сессию гурсовета, чтобы услышать ответ Геннадия Труханова лично. Юлия Федорова, Сергей Бандур, Анна Грынев, Александр Полуев, Ольга Голодова, Наталья Костенко, 7 канал.